Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Джидо, с вами Роман Карасев И сегодня мы будем делать репортаж с гостями международного тренировочного лагеря, который проходит в Измите Тренировочный лагерь под эгидой олимпийского чемпиона Хусейна Оскана Завтра уже начинается турнир на призы также Хусейна Оскана А мы будем разговаривать с целой командой из Казахстана Клуб дзюдо Талагай, Алматинская область, Ильийский район, детская и юношеская спортивная школа областная под дзюдо И руководитель клуба, тренер, который привез ребят на соревнования, Габдулин Дархан Дальше у нас идут спортсмены Узнаем побольше о клубе, как вообще развивается дзюдо непосредственно в детской юношеской спортивной школе в Казахстане И о впечатлении о тренировочном лагере Ну и вообще о Турции Кто-то может первый раз, кто-то не первый раз Немножко поделитесь своими мыслями Все, мы начинаем Ну что, ребята, давайте начнем по порядку Расскажете, во-первых, о своем клубе, о детской юношеской спортивной школе, о клубе Талагай Когда создан, кто тренируется там, дети, взрослые, ну так, немножко историческую справку Ну, у нас областная спортивная школа Ребята там числятся Наш директор Раванов Капарагай Там результат у нас очень большой Пара дзюдоист у нас Давлет Темержан в Токио стал вторым Второе место занял Остальные у нас чемпионов тоже много Чемпион мира Чемпион Азии Ну, также спортклуб у нас Талагай Я руководитель спортклуба Талагай С 2019 года 6 марта он существует Ребята, вот недавно мы до этого съездили в Ташкент У нас Мурзагали Багдалют Плюс большой веселой категории 2013 года он 5 место взял Остальные тоже за 3-е проиграли Ну, теперь мы здесь В Турции первый раз Ребятам нравится за границей выступать Ну, потихоньку растут И надеемся, что они займут призовые места Станут чемпионами на этом турнире Мы много слышали об этом турнире Очень хорошие отзывы И нам нравится здесь очень хорошо Как непосредственно сегодня обстоят дела? Что нового? Какие клубы есть? И какая конкуренция среди детского дзюдо Среди взрослого дзюдо? Конкуренция очень большая Потихоньку растет От поколений к поколению Младшие тоже В 2013 году выступают уже Хорошие результаты показывают Ну, соответственно, по юношей, старшей юношей, молодежкой Конкуренция есть Много клубов у нас Ну, сами знаете, мировые рейтинги Тоже выступают казахстанские Судоисты Содержание И вот Вы сказали, что клуб дзюдо Талагай Он создан буквально Ну, года четыре, да, получается Назад Вообще сложно Вести Ну, работу Вот на таком клубном Потому что это как бы частная Да, или так Общественная организация Как Как справляетесь? Ну В основном здесь У нас Платные группы есть И это По Артспорт Мы тоже работали до этого Сейчас В областной местности Финансирование нету И сейчас Дальше идет Ну, платные А которые числятся В спортивной школе Они Это Бесплатно Торгируются Вести работу Ну, сложности есть Но Справляться надо Какой возраст Больше всего занимается? Больше всего У нас сейчас Младший 2012 13 14 Даже 15 16 Год Есть Потоп По этим возрастам Юношей Уже Что-то Мало У нас Ну, это Наверное Тенденция Вообще Общемировая Чем ближе К окончанию Школы Тем меньше Становится Занимающихся И Конечно же Вот У меня Вопрос Будет К Акжан Тебе Сколько лет? 16 16 лет Давно ли ты Занимаешься? Да 5 Куда Чти 5 лет Ты занимаешься Ну, вот Многие Уже В твоем Возрасте Заканчивают Дзюдо Занятия Что тебя Удерживает Почему Ты пришла В дзюдо Потому что Ну, все-таки Борьба Да В принципе Мне нравится Дзюдо Это как Мой хобби И Не знаю Мне нравится Заниматься Спортом Так Бороться Мотивирует Что-то Рассказывает Или Кто-то Друзья Нет В принципе Мой тренер Как Как-никак Мотивацию Дает Ну Мне Мне нравится Бороться Нравится Спорт Это Мой хобби Я дальше Буду Заниматься А что Тебе Больше Всего Нравится В дзюдо Изучать Приемы Разные Там Стойки В партере Или Именно Вот Соревнования Ну По-разному Иногда Соревнования Иногда В партере Вот Ты приехала На тренировочный Лагерь Который был Не тяжело Тебе Вот Бороться Здесь Много Ребят Приехало Причем И достаточно Такие Серьезные Спортсмены И в твоем Возрасте Не тяжело Было Нет Все хорошо Ты Чувствуешь Что ты Получила Какие-то Новые Знания И Ощущаешь Ли ты Приток сил Да Ты думаешь Это полезно Вот такие Тренировочные Лагеря Очень Полезно Ну что Тогда мы Поговорим С вашим Тяжеловесом Да Немного Багдуалет Правильно Да Сколько тебе лет Девять Давно ли ты Занимаешься Дзюдо Ты можешь Сказать на казахском И тренер Поможет перевести Четыре лет Четыре лет Четыре года Четыре года А почему ты пришел На занятия дзюдо Почему ты выбрал дзюдо Любит дзюдо Друзья 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 Кондат Немного Друзья Себе Ума Катрав Майде И Возьм Басы Дзюдо Самбул Ванг Минус Крышки Жак Могам Соли Ажи Ему нравится Дзюдо И он думает Что у него Хорошие качества Есть Он хочет Продолжать Заниматься Дзюдо Тебе Кто-то Подсказал Прийти На дзюдо Мам Папа Может быть Кто-то Родственники Отец Папа Сам Занимался Дзюдо Его Предки Занимались Прадедушка Варцом С голове Да Он Прадедушку Пошел А что Тебе Больше Всего Нравится На Тренировках Не Не Тот 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 Мам Приемы Отрабатывать Не нравится А вот скажи Ты Ну вот Таких Как ты Крепких Тяжеловесов Не так много Наверное И Ну вообще Я просто ездил По разным странам И видел Что Не так много Тяжеловесов Как В твоем клубе Есть ли у тебя Такие же Как и ты С кем ты можешь Заниматься Или тебе приходится Заниматься Вот с такими Немножко Худощавыми Ребятами Как твой Друг Алихан Нет Пара Есть У нас На него Есть Пара Хаббек Ансар У него В 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 Тяжело Иногда Пару Найти Какой прием Тебе больше всего Нравится Японский Трендай Таэтоши Тебе больше Тебе больше Тебе больше Тебе больше Тебе больше Тебе больше В основном Он любит Контратаку Произвести Когда приемы Делают Заходят Контратаку Ты вот сейчас На этом тренировочном Тренировочном Лагере Боролся С ребятами Из других Стран Трудно Было Он говорит В основном Его весе Рост Повыше У них И чуть Неудобно С ними Бороться но ты справлялся ты доволен что ты вот поборолся здесь много не жалеет что приехал сюда ну хорошо то будет показать хороший результат и стать чемпионом хорошо ну мы сейчас тогда еще поговорим с еще одним представителем вашей команды ахангали алихан ну что расскажи когда ты пришел заниматься дзюдо в пять лет тебе сейчас 10 10 лет почему ты пришел заниматься дзюдо меня дзюдо нравится нравится но кто-то тебе сказал там папа мама и дзюдо может бабушка дедушка я смотрел телевизор он по телевизору смотрел репортаж ельдо сметова и ему понравилось это ельдо сметов говорит что его кумир да ельдо сметов конечно очень известный дзюдоист с казахстана призер олимпийских игр это привлекло его ну а расскажи пожалуйста что тебе больше нравится в дзюдо когда ты кого-то бросаешь или когда тебя бросают я бросаю он был айтс киев шайтыр неже сене адский лаптырганда саан майма не миссисе сен агст минарша сам ему нравится отрабатывать больше а какие приемы больше всего тебе нравится и пистолет это пистолет от наверно с упором стопы в живот да точно когда так ты как карусель получается билетный прием данный твер а я тоже оба щи подхват чему очень мотов пистолет я вот забыл спросить у тебя агжан а тебе какие приемы нравится сзади потому что до получалось у тебя делать здесь на тренировочном лагере такие приемы алихан как тебе турция как тебе тренировки на тренировочном лагере друзей нашел уже здесь ну вообще это всем вот с кем-то подружились уже здесь уже с кем-то подружился из откуда они из турции или с азербайджана с болгарии с кем здесь но румыния а у тебя ты как с кем-то уже с девочками познакомилась ты как здесь все-таки на тренировках здесь были ребята такие как ты крепыши с кем-то ты так уже привет говоришь салам хорошо ну ребята во первых я хочу пожелать вам на предстоящих соревнованиях успеха вот хочу также сказать чтобы вы знали что вы еще так сказать может быть даже на начальном пути изучения дзюдо у вас все впереди поэтому вам надо внимательно изучать все и это хорошо что вот ваш тренер привез у вас сюда на тренировочный лагерь чтобы вы получили больше знаний и опыта хочу спросить у дархана дархан в казахстане проводится ли такие вот для детей и международные тренировочные лагеря в казахстане да проводится вы ездите на них как вообще детские турниры такого вот ну тоже масштаба допустим я знаю что известный казахский дзюдоист максим раков чемпион мира да и призер кажется чемпионата мира он еще про проводим какие-то турниры там вот такие но известно что приглашать со всех стран может быть илдосметов такие мероприятия проводит сейчас 7 8 9 года дзюдо батарлара дархан вот для тебя как для тренера что важным является в тренировочном процессе какие задачи ты ставишь перед собой как тренинг ну в первую очередь дисциплина порядок чтобы без дисциплины потому что у стата не будет они опаздывают если он не выполняет задание индивидуальный тренировок задача такая утром вечером чтобы стабильно тренировались как вообще ты видишь развитие ну на такой немножко ну ближайшее будущее дзюдо в казахстане вообще если будут ли олимпийские чемпионы из казахстана есть такие ребята которые вот уже вот ну так могут есть есть много их над этим работают у нас казахстан дзюдо федерации есть старшие тренера есть они больше нас знают да но ты в основном конечно я понял да что ваш клуб ваши детские спортивные школы этом основном как бы ну детская да и такое юношеское дзюдо а потом вот что что потом происходит ребята уходят там школы олимпийского резерва далее как училище олимпийского резерва как вообще вот они дальше распределяются ну республиканский колледж спорта в этом году уже экзамены сдавать будет в августе после пятнадцатого в колледже отправляем в интернат потом олимпийский резерв а конкуренция среди видов борьбы в казахстане большая ну допустим дзюдо самбо вольная борьба греко-римская бокс ну среди единоборств может там айкидо карате дзюдо в основном больше конкурент у нас ну по популярности дзюдо первое место да 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 первое место дзюдо популярно ну в завершении нашего небольшого такого интервью конечно можно еще много говорить но я думаю что мы еще встретимся может быть я в казахстан приеду может быть мы встретимся здесь в турции еще раз может быть в другом месте может быть на олимпийских играх с кем-то из вас вот и я хотел бы чтобы вы каждый из вас что-то пожелали ну или какое-то послание всем дзюдоистам во всем мире ну давайте мы начнем с бакдуулет скажи какое-нибудь пожелание а 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 он говорит этот в казахстане за рубежом бороться тяжелее говорит он не думал говорит что за рубежом так труднее будет бороться и передает всем дзюдоистам привет и он говорит их приветствует всегда хочет подружиться со всеми своими ровесниками и что любит дзюдо а акжан я всем желаю дачу и они чтобы достичь достичь свои мечты и все нормально а а а дзюдо али дзюдо али а дзюдо али дзюдо али и и все али а а а а а поэтому не нечего сказать ему ну скажи салам салам алейкум казахстане или нет жалам да салем он казахстану привет передает Ну, хорошо, тоже. Дархан, ну, тогда теперь твоя очередь, как уже учителя, передай что-то тоже мировому сообществу дзюдоистов. Спасибо очень большое, мы благодарны вам, то, что здесь все идет отлично, в первую очередь, и в дальнейшем, процветание дзюдо, всем удачи, у кого-то есть свои мечты, пусть сбудутся их мечты, ща Аллах, пусть Аллах примет их дуа. Ну, что, ребят, спасибо большое, что мы с вами встретились, спасибо, что вы поговорили со мной, я надеюсь, что мы еще с вами не раз увидимся обязательно. Ну, вот и подошла наша небольшая встреча, интервью с ребятами из клуба дзюдо Талагай, Алматинская область, Ильинский район, детская юношеская спортивная школа областная. И я надеюсь, что в этом интервью вы немножко больше узнали о, во-первых, об этих замечательных ребятах и о тренере, и о казахском дзюдо, да, о казахском дзюдо. Будете в Казахстане, приезжайте в клуб дзюдо Талагай, детская юношеская спортивная школа, я надеюсь, что вы всегда встретите гостей и потренируетесь с ними, и выпьете чашку чая. Спасибо всем, кто смотрел наш репортаж, и всем здоровья, успехов, до встречи!